Всем привет! С вами снова уроки по химии. Итак, скоро экзамены, скоро ЕГЭ, поэтому мы разбираем сегодня цепочку из последнего варианта ЕГЭ. Рассмотрим, что из себя она представляет, нюансы, тонкости, и попробуем решить с максимальным объяснением. Приступаем. Что первое нам нужно сделать? Посмотреть, естественно, на всю эту цепочку. Есть некое вещество X1, к нему добавляют водород в присутствии платины. Первая подсказочка на стоимость того, что там что-то гидрирует, значит, там есть, скорее всего, ненасыщенные связи. Далее, какой-то идет X2, неизвестное. Далее идет хлор, циклогексан. К нему добавляют натрию аж в присутствии спирта. Уже тоже неплохо, уже хорошо. Некое вещество X3, некое вещество X4, неизвестно, что там добавили. Вещество X5, которое добавляют к веществу X4, и в конце получается циклогексанон. Обращу внимание, что это именно кетон. Собственно, неизвестно изделие выше крыши, но с чего-то нужно начинать. Давайте смотреть, что у нас есть. На первой стадии у нас, конечно же, есть вот здесь хлор, циклогексан. Из него потом в последующем получат какие-то вещества. Но мы сначала остановим, что такое было X2 и X1. Смотрим, если это хлор, циклогексан, что нужно было к нему добавить, чтобы из него получилось вот такое вещество? Ну, смотрите, здесь у нас что-то гидрировалось. У нас нет ни электрик, рейкингов, ничего. Значит, скорее всего, вот здесь, вот на стадии X2, работали с циклогексаном. А что нужно добавить циклогексану, чтобы из него получить хлор, циклогексан? Да все очень просто. К нему нужно добавить хлор. Причем хлор в присутствии света. Значит, реакция X2, давайте пометим ее. Х2 вот так. Включало себя что-то в духе такого. Это был циклогексан, который хлорировали в присутствии света. В ходе чего получали, соответственно, хлорциклогексан. Я извиняюсь, у меня циклогексан получился каким-то кривым. Хорошо, с этим разобрались. Вещество X2 мы установили. Это вот это. Но что тогда с веществом X1? Как можно получить из вещества X1 циклогексан при действии гидрирования? Очень просто. Это значит, что там должны были быть двойные связи. А у кого у нас есть двойные связи или, проще сказать, ненасыщенные связи? У бензола. Значит, вещество X1, для него реакция была следующей. Был бензол, который гидрировали в присутствии платины. Собственно, как раз у нас это и имеется. В ходе чего получили циклогексан. Хорошо, с этим разобрались. Теперь следующий пункт. Следующий пункт у нас идет, что же происходит с циклогексана при добавлении к нему спирта, точнее, натрию аж в присутствии спирта. У многих тут начинает кружиться голова. Они начинают думать, наверное, там произошло замена на гидроксогруппу. Нет, замена на гидроксогруппы там не происходит. Вам нужно забыть, что вот здесь есть какая-то фигура страшная. Это все тот же самый классический алкан, просто хлорированный. Здесь никакой ароматики не включаются, никаких свойств от бензольного кольца. Там не проявляется, потому что там нет бензольного кольца. Соответственно, что у нас происходит? Все очень просто. У нас происходит реакция отщепления хлора и водорода. Как это происходит? Назовем это веществом реакции Х3. У нас есть хлор циклогексан. К нему мы добавляем натрию аж. И вспоминаем, что здесь у нас есть еще один атом водорода. Так вот, вся эта история забирает вот эту вот историю. В ходе чего мы получаем вот такое вещество с одной двойной связью. То есть, все еще ароматическим веществом это не стало, а вот двойная связь уже имеется. Нам это понадобится далее. Не забываем еще про натрий хлор. Сильного равняю тут не буду, скорее просто пишу продукты. Хорошо, тут мы разобрались. Значит, вещество Х3 это вот эта вот гадость. Хорошо, но что тогда за вещество Х4 и вещество Х5, из которого потом получают циклогексанон? Ну, давайте подумаем, что циклогексанон, чтобы его получить, нужно явно, скорее всего, что-то окислить. Чтобы там что-то окислить, нужно подумать, а что нужно было окислять. Давайте более детально взглянем на циклогексанон. Что это за вещество? Здесь у нас находится атом углерода, здесь, собственно, этот кислород. Если мы более внимательно и детально посмотрим на вот эту вот связку трех атомов углерода, мы обнаружим, что вот этот атом углерода является третичным. А какие вещества, имея третичный атом углерода, окисляясь, дают кетоны? Ответ тут один. Это спирты. Значит, вещество Х4 должно было быть спиртом, причем вот такого вот вида. Значит, нужно из вещества Х3 получить спирт, вещество Х4. Как это сделать? Да очень просто. У нас есть вот эта двойная связь, плюхаем туда просто воду. Соответственно, по правилам Марковникова. Вот наше вещество с двойной связью. К нему мы добавляем воду. Реакция идет по правилам Марковникова. Ну, в принципе, здесь на самом деле молекула симметрична, поэтому абсолютно без разницы, куда вы там это все дело присоедините. Все равно симметрично во все стороны, как ни крути. Получаем спирт. И что далее? К этому спирту, соответственно, нам нужно его окислить. Но давайте теперь подумаем, а чем его можно окислить? В органике, как правило, есть два основных способа окисления. Первый называется жестким, второй называется мягким. Мягкое окисление, это когда обычно добавляют либо дихромат, либо перманганат, калия, но в присутствии, скорее всего, щелочей, либо воды. Щелочи редко используют, обычно там вода чаще используется. Либо очень легко, очень легко почелоченный раствор. В ходе чего происходит, конечно, окисление, но оно мягкое, и оно нам не подойдет. Здесь группа интересная, здесь надо более серьезно окислять. А вот жесткое окисление чаще всего ведется в присутствии более агрессивных реагентов, чаще всего добавляется кислота. Обычно это серны, могут иногда соляную прюхнуть. Почему добавляем здесь именно ее? Напомню, что в случае третичных разрыва связей никаких не происходит, разрушения молекулы тоже не происходит. А вот окисления достаточно для того, чтобы получить кетон. Значит, вещество Х5 – это перманганаткалия в присутствии серной кислоты. Записано, запишем его здесь. Причем подчеркну, что серная кислота здесь – это среда. Но в реакции она, конечно, тоже непосредственно участвует. Итак, вот таким вот образом решается эта незамысловатая цепочка. Чтобы решить ее, что вам нужно? Вам нужно найти целые куски истории и от них уже плясать. Причем, чем больше вы, скажем, можете вытянуть из этих кусков, тем легче вам будет восстановить всю историю, всю картину. Итак, это было видео о том, как решать цепочку из варианта ЕГЭ. Если все еще остались вопросы и непонятно, как ее решать, и вы хотите предложить свою собственную цепочку, которую, ну вот прям кровь из носу, не понимаете, почему именно так она решается и не так, пишите в комментариях. Я постараюсь всем отвечать, помогу решить, помогу объяснить, как оно делается и почему и зачем именно вот так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, которые помогут вам подготовиться. Записывайтесь на уроки к нашим репетиторам, в том числе и ко мне. Всему вам учим, поможем, расскажем и подготовим вас к любым экзаменам. На этом сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok